То, что вы увидите дальше, долгое время обсуждалось в китайских соцсетях. Никто не знает, когда точно это случилось и как звали участников. Но в этой истории, которой тысячи раз поделились пользователи интернета, есть что-то очень важное, что мы все должны знать. В этой азиатской стране многие люди в качестве основного средства передвижения выбирают поезд. Но так как количество мест ограничено, многим приходится покупать особый билет без места, и они должны стоять во время движения. Весной поезд, который идет из Гуанчжоу в Чэнду, всегда полный. Именно в нем произошла эта история. Пожилой мужчина зашел в него и сел на сиденье, сказав своему соседу, что купил билет без места. Но стоять всю дорогу ему слишком тяжело, и он будет надеяться, что владелец правильного билета не появится или не прогонит его. Поезд начал движения, а владелец места не объявился. В то же время в вагоне было достаточно людей, стоящих в проходе. Среди них была хрупкая девушка на вид немного старше 20 лет. Она даже не могла нормально встать, и ее постоянно толкали проходящие мимо пассажиры. Посмотрев на нее, пожилой мужчина спросил с беспокойством. «Это так сложно стоять в движущемся поезде, сколько вам еще ехать?» Девушка ответила, что все хорошо, и до ее остановки осталось ехать еще 7 часов. «Что? 7 часов? Выдержишь ли ты? Сможешь так долго стоять?» – сказал старик, качая головой, искренне беспокоясь за девушку. Через несколько мгновений другой мужчина повернулся к ней и дружелюбно сказал, «Девушка, скоро моя остановка, почему бы вам не присесть на мое место?» Она с благодарностью ответила, «Не беспокойтесь, я и правда в порядке, спасибо». Вскоре после этого появился контролер, проверяющий билеты. Когда он приблизился к девушке и посмотрел на ее билет, то увидел несоответствие. «Девушка, разве это не твое место?» – спросил он, показывая на место, где сидел старик. «Почему ты стоишь?» Она улыбнулась. «Это пожилой человек, который даже ходит с трудом. Ему было бы сложно стоять, и он не перенес бы это утомительное путешествие». «Хорошо», – сказал контролер, «но ты разве не сказала ему, что он сидит на твоем месте? Он не знает этого?» «Как я могла рассказать ему? Если бы он знал, что это мое место, он уступил бы мне его?» «Я предпочла позволить сидеть ему». Контролер посмотрел на спящих стариков, вернул билет девушке и тихо сказал, «Пойдем за мной в следующий вагон, я найду тебе свободное место». Окружающие пассажиры слышали разговор и восхитились поступком девушки. Но произошло кое-что еще более неожиданное. Девушка наклонилась и достала из-под сиденья костыли. Она оставила их там, и никто даже не заметил. Все очень удивились, увидев, что она не могла передвигаться без костылей. Но даже в этом случае она предпочла стоять, чтобы позволить пожилому человеку сидеть. В наше время большинство людей не стали бы уступать место в такой ситуации. Но, к счастью, в нашем обществе еще остались люди, которые показывают хороший пример, помогая другим даже в ущерб своему комфорту. Эта короткая история, несомненно, содержит очень важное сообщение. Если бы все люди были такими, как эта самоотверженная девушка, этот мир был бы гораздо лучше. Если ты согласен, жми лайк и поделись этой историей с друзьями и близкими. Пока!